В Самаре ведутся подготовительные работы у здания бывшего кинотеатра России. Уже к концу 2024 года, после масштабной реконструкции, здесь откроется молодежный театр. По проекту в России будет два пристроя. В будущем театре разместят большой зрительный зал на 218 мест, оборудуют современную высокотехнологичную сцену, выставочное пространство, холлы и буфеты. Сейчас территория вокруг здания обнесена забором. Рабочие расчистили место для обновления локации, демонтировали детскую площадку, убрали аварийные зеленые насаждения и столбы освещения, которые не предусмотрены в новом проекте. Занять пришлось и часть парковочных мест. Максим Макаров, житель дома номер 13 по улице Чернореченской, рассказывает, что к работам приступили на прошлой неделе. Главная проблема, что нас никто не хотел слышать, в принципе, жильцов, потому что многие жильцы обращались к представителям застройщика, к представителям охраны, и никто им, в принципе, ничего не мог объяснить. Обсудить с жителями неудобства, связанные со строительством нового объекта культуры решили депутат Государственной думы Александр Хинштейн, представители департамента градостроительства городского округа Самара, администрация железнодорожного внутригородского района и подрядной организации. По словам руководителя департамента градостроительства Василия Чернова, строительство всегда сопряжено с неудобствами, но, тем не менее, в ходе встречи представителей власти, строителей и жильцов удалось достичь ряда компромиссов между сторонами. У жителей существовали парковочные места. На данный момент они попадают в территорию строительной площадки, но также сейчас в процессе разговора с жителями мы парковочные места им оставим, приведем в соответствие территорию прилегающую к зданию. Подрядчик взял на себя обязательство установки дополнительной детской площадки на территории прилегающей к театру. После встречи с гражданами депутат Госдумы Александр Хинштейн провел осмотр самого здания, Кинотеатра России, где полным ходом ведутся подготовительные к реконструкции работы. Всегда нужно искать компромиссы, потому что это делается не для галочки, и мы реконструируем кинотеатры, не для отчетов и не для красивых фотографий в соцсетях. Мы это делаем для людей, для жителей, и они должны это чувствовать и не воспринимать как в качестве какого-то негатива для себя. Пришли, воткнули, начали стучать, строить. Мне кажется, что люди все сегодня в ходе разговора это поняли, и я рад тому, что напряжение, очевидно существовавшее, оно снято. По проекту благоустраиваться будет и территория вокруг театра. Кроме этого, бульвар по улице Чернореченской, где находится здание реконструируемого театра, в этом году занял второе место в голосовании за благоустройство по федеральной программе «Комфортная городская среда», нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже в следующем году театр и близлежащие территории преобразятся. Светлана Кудрявцева, Галина Топелина, Константин Головин, События.